Добрый день друзья! Хочу познакомить вас с монастырским парком. Вот ворота на входе в парк. Сейчас мы откроем эти ворота и зайдем посмотрим что там внутри. На входе есть скамеечки, можно посидеть отдохнуть и также часовенка. Здесь можно набрать воду. Очень хорошо птицы поют. В этом парке очень много птиц. Для людей здесь сделали дорожки для прогулок. На велосипеде можно покататься. Раньше здесь были качели, но качели убрали. Сейчас можно набрать воду. Сейчас покажу как ее можно набрать. С помощью вот такой кнопки здесь, но ее надо держать. То есть одному не получится набрать воду. И попросить кого-то нажать кнопку и здесь набирать воду. Вот из этого крана течет вода из источника. Правила пользования источником. Поставить емкость в раковину, нажать черную кнопку и держать до заполнения емкость. Ну то есть одному если набирать то надо поставить сюда под кран какую-то емкость. Набирать воду с помощью этой кнопки. Все культурно, пристойно, экономно. Кроме этого так называется Елизаветина кладезь. Здесь вот написано. Здесь расписано. Расположено в живописной возвышенности монастырского парка села Никола Березовки. Отсюда открываются дивные виды на прибрежные луга, пастбища, насинеющие вдали закаменские холмистые дали. На окомляющие села Основой Боры на величественный Никольский храм на полноводную красавицу реку Кама. По преданиям колодец сооружен в 16 веке иноком Соловецкого монастыря Иоанном Пашихонцем и старцем Арсением Мезенцем. Современная история колодца просматривается с 1852 года, когда настоятель Никольского храма Григорий Челноков приступил к восстановлению преображенского монастыря и святого источника. В народе ходила молва о чудодейственной водице и сюда стекались паломники со всего Прикамья. Дважды сюда приезжала внучка английской королевы, родная сестра царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. В неохватно емком ритме работы она встречалась с учителями, священнослужителями, присутствовала на торжественных благослужениях, участвовала в крестных ходах, выезжала во крестные села, где молилась в приходских храмах. В Мажарах, это Закамы, и Косева, это вот пригород Нефтекамска, пила чай в чистом чернистском месте у деревни Норкино, одаривала сладостями, ласками, поцелуями сельских детишек. Жители Березовки неоднократно бывали у нее в Москве, где всегда их ждал теплый прием. В светлую, благодатную память об этой удивительной женщине часовня носит ее имя. Часовня возведена в 2003 году в классическом русском стиле на средства благотворителей, автор проекта комплекса, житель села Тетерев, при участии архитектора Фаворской, город Москва. В каменной кладке использованы архитектурные решения, найденные суздальскими зодчими в 15 веке, при осооружении кровлей. Здесь выступали хор духовной музыки благовест. Ну почему я не могу. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Завершая знакомство с монастырским парком Тут стоит Дидюхин скит Это скит для отшельника монаха Который здесь живет вдали от людей Ну а вот здесь вот такой выстроен дом Красивый Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok